Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. В этом видео я покажу вам один из способов, как сделать кнопку «Показать еще» или «Load more» или «Еще контент» или «Больше товаров». Ну, как на ваше усмотрение. Это все для вашего проекта с применением jQuery, как вы уже давно это и просили. Это один из способов. Делается это буквально совершенно недолго. Я помогу вам разобраться и покажу, как это, в принципе, работает. Открывайте редактор кода вместе со мной. Если у вас остаются вопросы, обязательно пишите их в комментарии. Также вы можете писать любые вопросы касательно моего канала, касательно меня. Что вам интересно, я на все, кстати, отвечаю. Если не на все, то на процентов 70 комментариев я стараюсь отвечать под видео. Кстати, лето заканчивается, а значит, видео будут выходить намного чаще. Так что обязательно подписывайтесь на канал, а мы, в принципе, начинаем. Это, кстати, еще называется «Lazy Load» прокруткой. Если кто знает или не знает, будет знать. Но я думаю, что все поняли, о чем мы говорим и что мы будем, в принципе, делать. Вот такое вот я вас научу сегодня в этом видео творение создавать своими руками. Что ж, давайте приступать. И начнем мы, конечно же, с HTML. Давайте сделаем так. Итак, для начала нам нужно постараться создать какое-то количество блоков, внутри которых мы запишем какой-то текст. Давайте создадим блок с контентом внутри. Это может быть какое-то слово, может быть картинка, может быть блок. И давайте умножим это все на сколько хотите. В принципе, я умножу, давайте, на 20. Хорошо. С этим мы, в принципе, справились. После этого, что нам нужно сделать, нам нужно создать кнопку «Loot More» для того, чтобы при нажатии на нее открывалось еще больше контента. Мы ее создадим с идентификатором «Loot More». Ну и внутри нее, так она у нас будет ввести в никуда, мы и запишем как бы ничего военного, а также «Loot More». Хорошо, с HTML мы закончили. Давайте вот все, что у нас на данном этапе получилось. Перейдем к стилизации данного контента и посмотрим, что у нас получится. Первое, мы стилизуем body. Мы сделаем background color какой-нибудь необычный для разнообразия. Далее, так, конечно, делать нехорошо, но для примера можно. Мы зададим ширину body 400 пикселей. Далее мы зададим мерджины 20 пикселей сверху и снизу. И авто для того, чтобы расположить посередине. Хорошо, фонд мы зададим normal. Далее мы зададим цвет текста, свойство color для этого. Он у нас будет такой серый. После этого мы стилизовали все body. Далее нам нужно перейти к стилизации блока div. Изначально у нас будет display none вообще. Вы сейчас поймете, для чего я все это объясню. Далее пэддинги мы зададим 10 пикселей. Border width. Пускай у нас будет 0, 1 пиксель, 1 пиксель и 0. Следующее это border style. Он у нас будет solid. Это сплошная линия, если кто не знает. Конечно, это можно было все записать одним свойством. Но я сделаю так для интереса. Хорошо, далее border color. Он у нас будет белым. Переходим к следующему. Это box shadow. У нас будет 0, 1 пиксель, 1 пиксель и 0. В принципе, так же, как и border width. И здесь нам нужно еще задать цвет. Серый такой. Идем дальше. Зададим margin bottom. Он у нас будет 5 пикселей. И, конечно же, background color. Зададим такого цвета. Перейдем дальше. Дальше мы стилизуем нашу ссылку. Здесь мы зададим ей цвет. Color. Он у нас будет такого цвета. Далее, текст decoration будет none. После этого, дисплей, сделаем блок. Ну и margin 10 пикселей и также 0. В принципе, вот что у нас на данном этапе уже получается. А, ну все мы, в принципе, скрыли, поэтому нет смысла что-то показывать. Хорошо, далее сделаем... Далее перейдем к стилизации нашей кнопки load more. Здесь мы зададим padding. Быстро это отступ. Дальше текст align будет center. Следующее это ground color. Он будет 33, 73, 9e, как и здесь. Далее зададим цвет. Он у нас будет белым. Ширину нашей рамки мы зададим так же, как и тоже здесь. Поэтому можем просто скопировать, чтобы не писать долго. Да и, в принципе, эти две строки, даже эти три строки мы можем, в принципе, скопировать и вставить сюда. В целом, давайте еще добавим небольшой переход, transition. Более подробно о анимациях я рассказывал в прошлых видео, поэтому на этом здесь сейчас я останавливаться не буду. Просто перепишите так, как у меня есть. И последнее это сделаем также ховер эффект для нашей кнопки load more. ground color у нас будет белым. И также цвет у нас изменится, станет вот таким же. В принципе, все с CSS мы завершили. Вот как видите, все, что у нас сейчас есть. Далее нам нужно перейти к jQuery. Если вы не использовали jQuery ранее, то обязательно подключите его в свой проект. И также не забудьте о стиле CSS подключить, если вы этого вдруг не сделали и у вас что-то не работает. А jQuery вы можете подключить, скачав его и подгрузив в свой проект. Либо с помощью CDN.js. Заходите на данный сайт, вводите там jQuery. И, в принципе, по ссылке подключаете. Также не забудьте подключить файл script.js. Хорошо, перейдем, в принципе, сейчас у нас ничего не будет нового. И подключим небольшую логику, чтобы у нас все работало. Мы создадим такую простую функцию. Внутри которой мы будем выбирать все элементы div, то есть блоки. И с помощью функции slice мы будем выбирать первые 4 элемента. С нулевого по четвертый. Если кто не знает, что такое метод slice, этот метод позволяет установить диапазон, по которому будут выбираться элементы. В нашем случае это первые 4. Ну и дальше будет срабатывать метод show. Метод show это метод для того, чтобы показать выбранные элементы. То есть, я думаю, с этим проблем не возникнет. Многие могли не знать slice, но я, в принципе, объяснил. И, в принципе, я думаю, понятно, что выберутся просто первые 4 div. Вот первые 4 у нас сработают в данном методе. Вот сейчас мы их выбрали. После этого мы также выбираем кнопку load more. То есть, это у нас будет идентификатор load more. Далее мы отслеживаем события по нему, то есть onClick. И также создаем еще одну функцию. Создаем здесь параметр, назовем его e, то есть event. Далее воспользуемся методом prevent default. Для чего нужен этот метод prevent default? Если будет вызван данный метод, то действия события по умолчанию выполняться не будет. То есть, по умолчанию мы должны были перейти по какой-то ссылке. Будет изменено это действие на то, чтобы выполнялась наша функция. В принципе, как-то так. Для примера, ну вот если взять какой-то пример, клик по ссылке, например, не отправит пользователя по новому URL. То есть, в принципе, просто ничего не произойдет. Ну и что нам осталось после этого сделать? Это выбрать все div элементы, которые у нас на данный момент скрыты. То есть, не показываются. Нам нужно их отобрать методом slice. Также будет здесь опять нумерация с нуля. И с помощью метода slideDown их нужно вывести. Метод slideDown, это в принципе данный метод, показывает и скрывает выбранный элемент на странице за счет плавного разворачивания и сворачивания. То есть, если вы хотите show или hide, или slideDown, он развернет или свернет. В принципе, как-то вот так вот просто. Мы выбираем еще по 4 элемента, которые находятся в скрытом состоянии. И с помощью метода slideDown разворачиваем их для показа. Давайте проверим, как это все сработает. Как видите, вот контент, который мы здесь записали. Мы нажимаем на кнопку load more, у нас открывается еще больше контента. Вы могли сделать это квадратными блоками для более такого интересного отображения. Но я решил, что для примера, в принципе, подойдет и так. Так, технически я как бы все объяснил, как это работает. Отличный вариант для использования. Если вы захотите делать такой вариант, то просто поменяйте немного CSS. И также вы можете здесь обращаться не обязательно сразу к div, а придать какой-то класс для разворачивания и уже менять и работать, в принципе, с этими элементами. Вот как-то так получилось. Надеюсь, всем было интересно. Если у вас остались какие-то вопросы, то прям обязательно пишите их в комментарии. Я постараюсь на все ответить. Также я вас прошу написать то, что вам будет интересно сделать на jQuery. Я рассмотрю эти варианты, что-то придумаю, что-то сделаю, что-то возьму, покажу, что как делается. Вот, например, я думаю, что многим это было сейчас интересно, и многие не знали, как это делается. В принципе, как-то так. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал. Также советую посмотреть оставшиеся видео, которые вы не видели на моем канале. В принципе, на этом все. Всем большое спасибо за ваш просмотр, за ваши лайки. До новых встреч, удачи в разработке и пока!